Двундесятый праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня отметили и православные христиане Средней Азии. В этот день глава Среднеазиатского митрополитчьего округа, митрополит Ташкентский узбекистанский Викентий, совершил божественную литургию в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы города Ташкента. А накануне здесь отметили День памяти Святого Семёна Верхотурского. В день воспоминания событий перенесения мощей Святого Праведного Семёна Верхотурского в главном храме Ташкентской епархии была совершена божественная литургия. Это была первая архиерейская служба в соборе после смягчения карантинных мер и разрешения прихожанам приходить в храмы на богослужение, соблюдая необходимые меры предосторожности. По окончании литургии митрополит Викентий обратился к молящимся со своим архипастерским словом, отметив труды Праведного Семёна, взявшего на себя подвиг отказаться от всего земного, для того, чтобы через этот отказ сподобиться больших даров радости и блаженства в Царстве Божьем. Там благо и удовольствие, которые не сравнить с нашими земными любыми удовольствиями, радостями, удобствами. Поэтому он познал вот эту особую тайну Божию, и он так возлюбил вот этот мир духовный, мир Царства Христова, что решил отказаться от всего того, что здесь, в этом мире, есть удобного, радостного. В праздник Крестовоздвижения мы особо почитаем Крест Христов и страдания Спасителя на Кресте. И эти страдания и кровь, которую Господь пролил на Кресте, осветили орудие казни, которое прежде было позорным явлением жизни. Из этого позора Господь сотворил Кресту славу и честь, потому что Крест Господень приобрел силу от Бога, омывающего Его своей честной кровью. Конечно, самое главное, что Господь, честь Крестное страдания, даровал нам Воскресение, Царство Божие, вечную блаженную жизнь. Крест Господень Крест Господень Всемирная жертва Христова ради искупления Всего человечества. И вот мы с вами должны тоже принести свою жертву ради Христа. И вот одна из этих жертв, мы делаем то, что еженедельно, при течение почти что всего года, в среду и пятницу мы хвостимся. Мы воздерживаемся от мясных и налочных продуктов, мы воздерживаемся от греха, мы стараемся жить по заповеди Божьим, взирая на Крест Господень, на Его страдания ради нас.